Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы совершаем память всех святых от века просеявших. Если в прошлое воскресенье мы отмечали день рождения Церкви, день Пятидесятницы, то сегодня мы созерцаем действия Духа Святаго в истории человеческого, результаты действия Духа Святаго. Мы сегодня созерцаем плоды, которые возрастил Дух Святой в душах и сердцах людей. И поэтому в завершение праздников Светлого Воскресения Христова, Его Славного Вознесения и Сосшествия Духа Святаго на Апостолах, Церковь установила день памяти всех святых от века просеявших. Святых сравнивают со звездами небесными, потому что их неисчислим и сомн. Среди них есть те, которых мы знаем по именам и великим деяниям. Но есть и те, которые совершили свой молитвенный подвиг в уединении и в безмолвии. Так что никто даже и не догадывался о их существовании. Они пребывали здесь на земле, имели такую же немощную плоть, как и мы, были окружены искушениями и страстями, но все смогли победить силой доброй воли и божественной благодатью. В сонне святых угодников Божьих мы видим людей абсолютно разного сословия и звания, разного возраста и пола. Но став небожителями, они по-прежнему продолжают принимать активное участие в нашей земной жизни, участие в нашем спасении. Живя здесь, на земле, они с помощью Божьей смогли преодолеть все препятствия на пути к своему спасению, победить искушения, и могут и нам помочь в борьбе с грехом. Только нужно их об этом молитвенно попросить. Святые не нуждаются в нашем прославлении, так как уже прославлены Богом. Это мы нуждаемся их помощи и в их заступничестве. Мы веруем и исповедуем, что святые по благодати Божией слышат наши молитвы, видят наши немощи и наши нужды и ходатайствуют за нас перед Богом. Многие говорят, что в условиях, в которых мы живем, невозможно спастись. Кто-то говорит, что он слишком молод, чтобы думать о вечности, пусть об этом думают старики. Кто-то ссылается на свои болезни, на свои немощи. Кто-то говорит, что он слишком занят повседневным трудом, чтобы думать о спасении. Давайте посмотрим на сон ликов, святых угодников Божьих. И мы увидим среди них огромное множество не только юношей и девок, но и даже детей. Огромное множество расслабленных, увеченных, немощных и слепых. Огромное множество людей, различных профессий и званий. Среди них есть знатные и простые воины и земледельцы, цари и слуги, богатые и нищие, священники и миряне. Это говорит о том, что Царствие Небесное открыто абсолютно для всех. Нужно только приложить усилия, чтобы войти в него. Ведь Царствие Небесное силой берется, как говорит сам Господь. Но что же спасает человека? Может быть, его какие-то личные качества или какие-нибудь особенные заслуги? Человека спасает прежде всего Божественная благодать. Свою спасительную для нас помощь Господь подает всем без исключения. И только от нас, от нашего желания, от нашей свободной воли, от наших творческих усилий зависит принимать этот спасающий нас дар или нет. Будем же, дорогие братья и сестры, молить всех святых уходников Божиих, от века просоявших, чтобы они помогали нам укрепляться в вере и искушении, чтобы они научили нас добродетельной жизни через свой собственный пример и помогли всем спастись. Аминь. Спасибо, Господи.